здравствуйте дорогие друзья с вами снова николай и сегодня я хочу приготовить уху я сразу внесу небольшие коррективы смотрите значит многие придают такому блюду как уха такое слишком глубокое значение что он готовится по определенному в специальном рецепту определенными людьми при полнолунии когда поют русалки я проще объясню ухой я считаю любой суп содержащий рыбу вот это мое мнение тем более как назвать рыбный суп пускай будет рыбный суп короче скажем так будет назовем это уха кому угодно рыбный суп чтобы никому не резать слух своими как бы выражениями и изъяснениями и какой-то терминологии поэтому делаем рыбный суп тире уха вот смотрите значит будем готовить из такая рыба из сибаса я не знаю где она плавает точно ну короче рыбам в целом классная достаточно дешевая но она стоит того чтобы ее купить вот она у меня лежит здесь размораживается смотрите какая рыбка интересная вот такая вот симпатяшка видите замороженная еще вот сейчас она у меня разморозится я буду продолжать снимать роли когда она разморозит среди даже глазик еще лед лед поэтому дорогие мои подписчики дорогие мои зрители я сегодня приготовлю вам приготовлю себе правда ну научу вас параллельно готовить уху потому что я больше чем уверен что в наших странах уху готовят из какого-нибудь торгины в основном или из чего-то еще я люблю готовить уху либо из лосося либо из сибаса хотя можно использовать любую рыбу подойдет и хек и там толстолоб можно готовить из головы толстолоба я обычно из головы лосося готовлю или там как она еще называется красная это рыба болел вот забыл забыл перед камерой застеснялся очень готовим сегодня уху ребята сейчас это все разморозится и будем продолжать все расскажу все багажу детально до мелочей и этот это блюдо может сделать каждый любой из вас сложного абсолютно ничего в этом нет так что вот еще раз показываю нашего сибаса так немного расскажу про ингредиенты которые нам понадобятся я вот здесь вот приготовил все вот смотрите вот основное то что необходимо значит основные ингредиенты основные это как бы не все это самые основные картошка три штучки я взял луковица морковь и пучок зелени зелень упала вот и зелень теперь смотрите значит это все я нарежу как нарезать у меня есть ролики на моем канале так что детально как нарезать лук есть ролик как нарезать лук значит конкретно касательно рыбы объясню касательно рыбы смотрите отрежем голову отрезаем голову отрезаем хвост вот эту часть плавники удаляем и и будут спарываем и чистим от внутренностей и после этого можно спокойно начинать готовить и весь процесс да кстати забыл кастрюля вот еще наша кастрюля вот она вот кастрюлька вот эту кастрюлю ухи мы сегодня и наварим значит по рыбе конкретно избавляем от внутренностей отрезаем голову отрезаем плавники чтобы они не мешали нам потом не в супе вот эти плавники все это она не разваривается это есть нельзя все остальное можно варить и шкурку желательно снять вот я просто одной рукой снимаем одной рукой это то есть ну процесс не сложный то есть как бы отделить шкуру плавники и головы думаю вы разберетесь тут досконально вот так вот детали не обязательно показывать значит сейчас рыба до размораживается пока приготовлю все ингредиенты и мы начнем готовить и так набираем в кастрюлю воду вот как это будет выглядеть кастрюля трехлитровая набираем холодную воду для всей этой процедуры я набрал два с половиной литра воды вот здесь вот значение видите вот видно плохо вот так отлично два с половиной литра воды мы набрали теперь зажигаем огонь и даем закипеть сейчас вода закипит я пока приготовлю рыбку и будем закидывать это все в кастрюлю нагреваем крышечкой вот значит рыбку я почистил отрезал тоже вот смотрите как выглядит вот наша рыбка вот так вот я снял шкуру вычистил внутренности отрезал голову и удалил плавники их пост также почистил лук картошка и морковь забыл сказать самого начала но поправлюсь значит еще нам надо конечно же приправы приправы будет входить черный перец соль лавровый лист также можно добавлять специи которые вам будут которые вам нравятся то есть допустим там кориандр может кто-то хочет добавить или допустим там какой-то набор зелени или или смесь перцев такой продается или можно даже добавить маленький красненький перчик это все придаст больше вкуса вашу хену только надо не переборщить то есть если перец добавляете острый то добавлять его надо разумно все сейчас ждем пока закипит вода я пока порежу кубиками рыбу и будем все закидывать морковь кстати морковь натираем на терке значите лук нарезаем кубиками и картошку тоже нарезаем кубиками все и закидываем это поэтапно этапы все я покажу и так вода наша закипела сейчас мы будем закидывать рыбу вот наша рыба уже порезанная беремся и отправляем в воду теперь даем покипеть рыбе где-то минут 10 максимум 10 потом будем закидывать лук морковь вместе лук с морковью потом добавим приправки значит добавляем перец добавляем соль и добавляем лавровый лист в общем я вам все буду показывать чтобы как говорится вам было все понятно и поэтапно ну что а теперь погнали поэтапно значит смотрите прошло 10 минут рыба закипела уже можно считать смотри сваренный смотрите вот кусочек рыбы сейчас достану то есть она приобрела белый цвет это значит что рыба уже сварилась как бы и в принципе уже можно есть теперь смотрите я приготовил все ингредиенты начнем мы с приправ то есть сейчас начинаем приправы добавлять значит что я хочу добавить начинаем соль посолить соль добавили добавили немного соли лучше нет досолить чем пересолить и потом никто не сможет есть добавляем немного черного перца теперь это все помешать теперь я добавлю немного куркумы вот у меня такая штучка есть для того чтобы уха наша приобрела такой желтоватый приятный оттенок ну как бы мне так больше нравится короче проще теперь после этого принципе я добавлю еще кунжут мне нравится чтоб был кунжут в ухе и теперь добавляем основные ингредиенты вот я их все нарезал смотрите вот морковь натертая на терке вот зелень мелко порезанная укроп с петрушкой вот мелко порезанная порезанный лук немножко душистого перца вот такой душистый перчик и вот нарезана мелкая картошка теперь добавляем всем поэтапно начинаем лук берем морковь немного помешать подождать пока вода опять забурлит когда вода начинает бурлить это означает что значит температура морковки температура лука стала такой же как температура воды и соответственно можно добавлять следующие ингредиенты значит почему приправы мы добавляем в начале для того чтобы приправы разварились и передали свой вкус на все ингредиенты которые будут добавлены в дальнейшем вот поэтому как бы ну такой порядок то я по-разному добавлял экспериментировал то есть я добавлял начале все вот морковку лук там картошку а потом добавлял приправы но лучше когда приправы добавлены в начале то есть чтобы они разварились и передавали вкус на все на все ингредиенты вот смотрите вода забурлила теперь я добавлю зелень зелень обычно говорят добавлять конце но мне нравится чтобы зелень разварилась укроп передал свой вкус и на весь суп на всю уху и немного помешать смотрите какой красивый цвет приобретает наша уха вот минут через десять я добавлю картошку картошку надо добавлять слегка позже пускай вначале проварятся основные ингредиенты а потом добавляем картошку также в уху можно добавить рис можно добавить но с макаронами я не знаю конечно но в основном добавляется рис сегодня я хочу поэкспериментировать я добавлю бобы я специально замочил бобы замочил бобы и добавлю их в нашу просто мне нравится бобовые как бы дополнение но это очень вкусно становится вот значит бобы и картошку я добавлю уже как бы не снимая это все потому что в принципе через 10 минут это все можно добавлять да кстати забыл сказать мы забыли кориандр очень очень хорошая приправа для данного блюда именно кориандр придет интересный незабываемый вкус ухе вот значит через уже минут семь я добавляю картошку и потом мы все это варим в течение 10-15 минут на маленьком огне на мелком огне это я вам засниму покажу в принципе картошку сниму тоже как ее добавлять и что куда к чему прошло 7 минут теперь добавляем бобы картошку и лавровый листик лавровый лист добавляется в конце потому что по разным сведениям есть версия что он выделяет какой-то там яд какую-то чепуху короче это все такое лишь бы поговорить но я добавляю лаврушку в конце где-то за 5 минут короче когда уже добавляю картошку добавляю лавровый лист то есть так принципе вкус получается хороший при том лавровый лист я добавляю каким образом я его поджигаю и накрываю крышкой уху чтобы был легкий запах дымка я сейчас вам все это продемонстрирую сейчас мы пока добавим бобы вот они добавляем бобы их замочил предварительно ними ночь стояли и добавляем картошку вот сейчас я покажу фокус лавровым листом а теперь фокус с лавровым листом значит смотрите вот лавровый листик лавровый листик что мы делаем мы подносим его к огню здесь же видите он задымился потом вот так и сразу же накрываем крышкой вот этот дымок который выделился с лаврового листа он придает знаете как на природе когда уху варят бревно с огня достают и в уху окунают чтобы ноги отдавала дымком здесь в домашних условиях больше подходит такой вариант поджигаем лавровый лист и засовываем кастрюлю и обязательно накрываем крышкой и убавляем огонь и смотрим огонь сейчас у нас максимальный вот он как получается убавляем до самого минимума то бишь нашу вот такая штука дымом пахнет вообще обалденно как будто ухо на природе ребята значит еще варим 15 минут смотрим по готовность готовность как выяснить готова ли такая картошку мы закидываем в конце мы достаем один кусочек картошки такой покрупнее и пробуем если он сварился главное чтобы он не разварился а именно сварился значит уха готова потом что мы делаем после того как картошка уже готова мы естественно выключаем огонь накрываем тряпочкой кастрюльку и уха должна еще настояться где-то ну я обычно настаивать часа два а так как она закутана в полотенце тепло не уходит и получается же через часик от полтора-два можно есть достаточно хорошую теплую уху уже настоявшуюся дорогие зрители дорогие подписчики ставьте лайки подписывайтесь следующий ролик который я сниму это лосось в духовке на гриле или просто в духовке без разницы я буду снимать для вас много новых видео если у кого-то есть какие-то пожелания или какие-то идеи что вы хотели бы увидеть как готовится пишите в комментариях всегда буду рад с вами был николай подписываемся ставим лайки до новых встреч